Жанна Анатольевна, фонд ОМС является главным финансовым органом для лечебных учреждений, обеспечивает их средствами и является главным защитником граждан, которые ходят в эти больницы. Что касается населения, что интересного нового было сделано со стороны фонда ОМС в 2014 году? Я не могу сказать, что, может быть, мы какие-то новации внедряем. Мы продолжаем такую системную комплексную работу, во-первых, по охвату населения реальной медицинской помощью. В 2014 году, во-первых, произошло увеличение прикрепленного населения непосредственно к ЛПУ области. Во-первых, это плюс для больницы, это свидетельствует о том, что граждане стали доверять. Во-вторых, в этом случае часть граждан воспользовалась своим правом выбора медицинской организации или смены. И вот в этом году, за 2014 год, свыше 90 тысяч граждан, они приняли решение и перекрепились к другой медицинской организации. Если мы говорим о профилактической работе с населением, здесь, в первую очередь, такой инструмент действует как диспансеризация. Я назову несколько цифр. В этом году была проведена диспансеризация свыше 300 тысяч граждан. Особое внимание, конечно, уделяется детям. И от 0 до 17 лет, если мы возьмем эту возрастную группу, то свыше 190 тысяч детей. Иными словами, фактически каждый второй ребенок был охвачен профилактической помощью из прикрепленного населения. Хорошо, что люди доверяют больницам, что они больше прикрепляются, как-то переходят, ищут для себя варианты. Но в больницах должны работать доктора. К сожалению, кадровый вопрос, это вопрос такой актуальный не только для Оренбургской области, для всех регионов страны. И вот одно из решений была программа «Земский доктор». Она работает у нас в регионе. И как фонд УМС участвует в этой программе? Фонд УМС участвует согласно всем постановлениям и решениям федерального фонда. И наше участие проявляется в паритетном софинансировании. Из миллиона рублей, вот 500 тысяч, как раз проходят эти федеральные деньги, они проходят через фонд УМС. Каков объем реально людей, которые охвачены? Если мы возьмем текущий 2014 год, то на сегодняшний момент, прямо скажем, у нас фактически уже прошли 71 человек. Что значит прошли? Мы на них деньги перечислили в полном объеме, соответственно, в Минздрав области. Дополнительно заявились 8 человек. И мы сейчас делаем все. Я уверена, что до конца года все эти 8 человек также будут профинансированы по данной программе. Эта программа действует уже фактически 3 года, с 2012 года. И за вот этот период, нарастающим итогом, как мы говорим экономисты и финансисты, по этой программе прошло 334 человека. А следующий год эта программа запланирована на следующий год? Да, она продолжается. Он дает деньги больницам, то он и контролирует, как они их расходуют, как работают. Вот как в 2014 году проходила эта работа? В первую очередь, это чисто экономическое направление. И это называется ревизиями, да? И контрольно-ревизионный отдел у нас этим занимается. Но сейчас, наверное, все-таки более важно и для людей непосредственно. Важна проверка объемов и качества медицинских услуг. За 2014 год, во-первых, мы по нашим правилам проверяем проверки, подвергнутые фактически все медицинские организации, которые заявились и фактически работали в системе обязательного медицинского страхования. И если говорить об объемах проверки, да, то мы проверили почти 91 тысячу случаев. То есть, имея на руках страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования, гарантировано получение качественной медицинской помощи? Да, безусловно. Федеральная программа государственных гарантий населению принята. Она по объемам нисколько не уменьшилась. Соответственно, мы сейчас у нас фактически, она на подписании находится, наша территориальная программа. На следующий год увеличение суммы доходов и, соответственно, расходов фонда на медицинское обеспечение населения увеличивается на 2 миллиарда 660 миллионов рублей. Жанна Анатольевна, спасибо за участие в нашем разговоре. Всего самого хорошего. Спасибо.